Мы в эфире «Нас слышно». Мы продолжаем читать русскую каноническую Библию в синодальном переводе. Мы уже в книге «Левит», которая относится к священству. И сегодня мы продолжим с 7 главы. «Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколать на том месте, где заколается всесожжение. И кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь туг, курдюк и туг, покрывающий внутренности. И обе почки и туг, который на них, который на стегнах. И сальник, который на печени. С почками пусть он отделит сие. И сожжет священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертве. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от нее до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертве на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи что нам, Израилевам, никакого тука ни из вала, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам, Израилевам, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу, тук с грудью должен он принести, потрясать грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. А правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазание их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, которую дал Господь Моисею на горе Синая, когда повелелся нам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресныхов, и собери себе все общество ко входу в скини и собрание. Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу в скини и собрание, и сказал Моисей к обществу, вот что повелел Господь сделать. И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водой, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем. И возложил на него наперстник, и на наперстник положил урим и томим, и возложил на голову его кедар, и на кедар с передней стороны его возложил полированную дощечку диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. Везел Моисей елей помазание, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил это. И покрепил им на жертвенник семь раз, помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазание на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его. И привел Моисей сынов у Аароновых, и одел их хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кедары, как повелел Господь Моисею. И привел туда тельца для жертвы за грех, и Аарон, и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенника остальную кровь, вылил к подножию жертвенника, и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь туг, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и туг их, и сжег Моисей на жертвенники. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне внестана, как повелел Господь Моисею. И привел Овна для всесожжения, и возложил Аарон и сыны его руки свои на голову Овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек Овна на части, и сжег Моисей голову, и части, и туг, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего Овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого Овна, Овна по священию, и возложил Аарон и сыны его руки свои на голову Овна, и заколол его Моисей, и взял кровью его, и возложил на край правого уха Овна, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов-ороновых, и возложил кровью на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. И взял туг, и курдюк, и весь туг, который на внутренностях, и сальник, на печень, и обе почки, и туг их на правое плечо. и из корзины с опресниками, которые пред Господом, взял один опресник и один хлеб с елеем и одну лепешку и возложил на туг и на правое плечо и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвенники со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. Взял Моисей елей, помазанием крови которой на жертвеннике, и покрапил Аарона и одежды его, сынов его и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его, сварите мясо у входа скинь и собрания и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения. Как мне повелено и сказано, Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. Семь дней не отходите от дверей скини и собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано, как так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скини и собрания будьте день и ночь в продолжении семи дней и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. Глава 9. В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израилевых. И сказал Аарону, возьми себе из волов тельца в жертву за грех и обнам во всесожжение, обоих без порока, и представ пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех и тельца и агнца однолетних, без порока во всесожжение, и вола и овна жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и предношение хлебное, смешанное с елеем. Ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинью и собрания, и пришло все общество и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господне. И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол к тельца, который за него в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перс свой в крови и возложил на руки жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки, и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана, а заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь. Он покопил ее на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл, и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по устаму. И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверхутреннего всесожжения. И заколол вала и овна, которые от народа в жертву мирную. И сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ее на жертвенник со всех сторон. Поднесли и туг из овна курдюк, и туг, покрывающий внутренности почки и сальник на печени. И положили туг на грудь, и он сжег туг на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицем Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скиньею собрание, и вышли и благословили народ, и явила слава Господне всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и туг. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Глава 10. Пойдите вынесите братьев ваших из святилища за стан, и пошли и вынесли их в хитонах, их за стан, как сказал Моисей. А Аарону же и Елеазару, и Фомару сынам его Моисей сказал, голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть, и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скиньи собрание не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне. И сделали по слову Моисея, и сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скиньи собрание, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. И научать сынов Израилю всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, с вашим серж сынам его, возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа, и грудь потрясания и плечо возношения ешьте на чистом месте ты и сыновья твои и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая пред лицом Господним, и да будет это вечным участком тебе и сыновьям твоим с тобою, так повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен, и разгневался на Елеазара и Фомара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею, «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, скажите сынам Израилю, вот животное, которое можно вам есть из всего скота на земле, всякий скот, у которого раздвоено копыто, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенное копыто. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, не чиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, не чисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас. Мясо их не ешьте и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породую его, всякого ворона с породую его, страуса, совы, чайки и ястреби с породую его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапля, зуя с породую его, удода и нетопыря. Все животные присмыкающиеся крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех присмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голены выше ног, чтобы скакать ими по земле. Всех ешьте из них. Саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагапс с ее породою. Всякое другое присмыкающиеся крылатые, у которого четыре ноги, скверны для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жилет жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисты для вас из животных, присмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летала, хомит и тиншмед. Сие нечисты для вас из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет, которая-нибудь из них мертвая, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же которая-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящаяся в нем будет нечиста, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет, и всякое питье, которое пьют, на всяком таком сосуде, нечиста будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечиста будет. Печь и очаг должны разломать они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмешающий в воду, остаются чистыми, а кто прикоснется к трупу их, тот нечист. И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, как вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть смертвичину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп, его должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, присмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я, Господь, выведший вас из земли египетские, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистые от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Глава 12. Она будет нечиста две недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от крови своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего акца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу с киней собрания к священнику. И принесет это пред Господа, и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившей младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести акца, то пусть возьмет двух горлиц и двух молодых голубей, одного в восесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Глава 13. В седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметная и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его честь. Это лишая, и пусть он омоет одежду своей и будет чист. Если же лишая станут распространяться по коже, после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишая распространяется по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветает на коже и покоит проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым. Потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечистым, это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым, он чист. Если у кого на коже тело был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказываю. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и при нем малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва. И священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то эта проказа, она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и при том малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В седьмой день священник осмотрит его. Если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и при том малоприметно, то это опухоль от обжога. священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчин или у женщины будет язва на голове или по бороде, и осмотрят священник язву, и она окажется углубленным в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость. Это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленным в кожу, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В седьмой день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в кожу, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В седьмой день священник осмотрит паршивость, и если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленного в кожу, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежду своей и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он не чист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черный, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчины или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай расцветший на коже, он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеше или лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновато на плеше его или на лысине его, то видом похоже на проказу кожи тела, то он прокаженный нечистым. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором это язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать нечист, нечист. Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказа будет на одежде, на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы, должно показать ее священник. Священник осмотрит язву и заключит зараженную язву на 7 дней. Седьмой день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то эта проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду, или основу, или уток шерстяной, или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва. Ибо эта проказа едкая, должна сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва и вторично заключат на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего, и не распространялась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды, или от кожи, или от основы, или от утока, или же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, То это расцветшая язва Сожги на огне то, на чем язва Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь Вымоешь и сойдет с них язва То должно вымыть их вторично, и они будут чисты Вот закон о язве проказан На одежде шерстяной или льняной Или на основе и на утоке Или на какой-нибудь кожаной вещи Как объявлять ее чистую или нечистую Глава 14 Сказал Господь Моисею, говоря Вот закон о прокаженном, когда надо его очистить Приведут его к священнику Священник выйдет вон из стана Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения То священник прикажет взять Для очищаемого двух птиц живых Чистых кедрового дерева, черленую нити и сопа И прикажет священник заколоть одну птицу Над глиняным сосудом, над живой водой А сам он возьмет живую птицу Кедровое дерево, черленую нити и соп И омочит их И живую птицу в крови птицы заколотой Над живой водой И покропит на очищаемого от проказа Семь раз и объявит его чистым И отпустит живую птицу в поле Очищаемый омоет одежды свои Острижет все волосы свои Омоется водой И будет чист Потом войдет в стан И пробудет семь дней вне штана своего Вне шатра своего Седьмой день Обреет все волосы Свои голову, свою бороду, свои брови, глаз свои Все волосы свои обреет И омоет одежды свои И омоет тело своей водой И будет чист В восьмой день возьмет он двух овнов без порока и одну овцу, однолетнюю без порока, и три десятых частей еф и пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и один лог елея. А священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скини и собрания, и возьмет священник одного овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколит овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение на месте святом. Ибо сия жертва повинности, подобной жертве за грех, принадлежит священнику эта великая святыня. И возьмет священник крови жертвы повинности и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перс свой в елей, который на левой ладони его, и покрапит елеем с перста своего семь раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его возложит священник на край правого уха, очищаем его на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его на месте, где кровь жертвы поминности А остальное елей, который на ладони священника возложит он на голову очищаемого и очистит его священник пред лицом Господа И совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколит жертву всесожжение священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясания, чтобы очистить себя и одну десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и двух горлиц или двух молодых голубей, что достанет рука его. Одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение. И принесет их в восьмой день очищения своего к священнику, ко входу с киней собрания при лице у Господа. Священник возьмет овна жертвы повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколит овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И нальет священник елея на левую свою ладонь. И елеем, который на левой ладони его, покрапит священник с правого перста своего семь раз при лицом Господнем. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его на места, где кровь жертвует повинности. А остальное елей, которое на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа, и принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным, и очистит священника очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказа на дом в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалась как бы язва, священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме, и после сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямен, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую оскоблят, высыплют вне города на место нечистое. Я возьму другие камни и вставят вместо тех камней, и возьму другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет свести на доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит. Если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме нечист он. Должно разломать этот дом и камни его, и дерево, и всю обмазку дому вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазает дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он две горлицы, ой, две птицы, кедровое дерево, червленую нить и сопа, и заколит одну птицу над глиняным сосудом над живой водой. И возьмет кедровое дерево, и соп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз. И очистит дом кровью птицы, и живой водой, и живой птицу, и кедровым деревом, и сопом, и червленую нитью. И пустит живую птицу вне города, в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказе и паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это не чисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Глава 15. Глава 15. Тот должен вымыть одежды свои, и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу имеющего истечения, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечесть будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежду своей и омыться водою, и нечесть будет до вечера. И всякий, кому прикоснется имеющее стечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежду своей и омыться водою, и нечесть будет до вечера. Длинный сосуд, которому прикоснется имеющее стечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющее стечение освободится от стечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней очищения своего и вымыть одежду своей, и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в восьмой день возьмет он себе двух горлец, или двух молодых голубей, и придет пред лицо Господника в ходу скини и собрания, и отдаст их священнику. И принесет священник их из сих птиц одну жертву за грех, а другую в сожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится истечение семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечесть будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечиста будет до вечера. Если мужчина ляжет к женщину, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего. И всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она лежит в проложении очищения своего, нечиста. И все, на чем сядет, нечиста. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежду своей и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежду своей и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, если она имеет истечение более обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которую она ляжет все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. Всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечиста это во время очищения ее. Всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда она должна считать себе семь дней, и потом будет чиста. В восьмой день возьмет она себе двух горлиц или двух молодых голубей и принесет их к священнику ко входу в скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей неочищением своим, и о имеющих истечении, мужчине или женщине, и о муже, который приспит с нечистым. Глава 16. 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 Есть кровь его, всякий, кто будет есть ее, истребится. Всякий, кто будет есть мертвичину или растерзанную зверем, туземец или пришельец, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечесть будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Глава 18. И сказал Господь Моисею, говоря, объявися нам Израилем и скажи, я Господь Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли хананейской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, будет жив. Я Господь. Никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившиеся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившиеся от отца твоего и на сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. На готы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. На готы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. На готы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. На готы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего не открывай, на готы ее. На готы жены брата твоего не открывай, это на гота брата твоего. На готы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть на готу их, они единокровные ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрой ее, чтобы сделать ее соперницей, чтобы открыть наготу ее при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. С женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение молоху и не без чести имени Бога твоего. Я Господь. Не ложись мужчину, как женщину, это мерзость. Ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Я осквернилась земля, и я воззрел на беззаконию ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришелец, ни живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами и осквернилась земля. Чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это и стремлены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш. Глава 19. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и суббота мои храните. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе, я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее. А оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, истребится душата из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу, я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчестье имени Бога твоего, я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй, плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождая лицу великого по правде судей ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сунов народа твоего, но люби ближнего твоего как самого себя, я Господь. Уставы мои соблюдайте скота твоего, не своди сыную породу, поле твоему не засевать двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто приспит с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он к Господу ко входу с киней собрания жертв повинности, а в нам жертву повинности своей, и очистит его священник, а в нам повинности пред Господом от греха, которым он согрешил. И прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. Три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для праздниц Господни. Пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не варите, не выражите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не портите края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накладывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботу мои храните и святилища мои чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите и не доводите себя до освернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седом вставай и почитай лица старца и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняя его, пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже что-то земец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верные и гим верные. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдай все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. Глава 20. Сказал Господь Моисею, говоря, скажи сие сынам Израилем, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти народ земли, да попьет его камнями. Я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить же святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить след молоха. И если какая душа обратится к взывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. То ляжет женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, а оба они добудут преданной смерти кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своей, то оба они добудут преданной смерти мерзость, сделали они кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как женщиной, то оба они сделали мерзость, добудут преданной смерти кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие, на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиной, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину. Да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам. Да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровотечения и откроет наготу ее, то он обложил из течения ее, и она открыла от течения кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Наготай сестры матери твоей и сестры отца твоего, не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего, грех свой понесут они бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно, он открыл наготу брата своего бездетным, будут они. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас в себя земля, которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистая. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых, или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них. Глава 21. И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, и к отцу своему, к сыну своему, и к дочери своей, и к брату своему, и к сестре своей, девице, живущей при нем, и не бывшей замужем, можно им прикасаться, не оскверняя себя, и прикосновением к кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы он сделался нечистым. Они не должны брить головы своей, и подстригать края бороды своей, и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему, и не должны бесчетить имени Бога своего, ибо они приносят жертву Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника сверена тебе благодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежь своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен оспирнять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчесть от святилища Бога своего, ибо освящение и елеем помазание Бога его на нем, я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ядрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертву Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилища моего, ибо я Господь, освящающий их, и объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Друзья, ну вот еще один час пробежал, какие-то уникальные, удивительные очень сегодня были моменты, указания, рекомендации. Я для себя отметил, сегодня утром по американскому времени и днем по восточному и европейскому времени, я делал трансляцию, где делился впечатлениями о том, что сегодня происходит в США, да, и там затронулся вопрос такой о том, что же сделать основанием жизни общества, потому что это важно, важно то, какие ценности мы несем, куда мы идем и что мы хотим вообще построить, потому что мы можем менять людей, мы можем менять партии, мы можем менять системы, но если мы сами не понимаем, что с нами происходит, мы хотим жить как-то отвлеченно, анархически, беспорядочно, то ни к чему это не приведет. Вот я советую всем еще раз и еще раз перечитать 18-ю, с 18-й по 20-ю главу Левит. Вот, всем, особенно если у вас есть богобоязненные дети, я сейчас обращаюсь к родителям, которые выросли уже в Соединенных Штатах, особенно, вот, и которые учились в учебных заведениях, где сегодня коммунизм, социализм и либеральные идеи очень сильно возвышаются и преподносятся, но все-таки вы понимаете, что ваши дети имеют богобоязненность, дайте им вот это почитать, чтобы они увидели, что Бог принимает, а что Он считает, ну, мерзостью, и там написано, что я сброшу с земли людей, которые так поступают, то есть я не смогу среди этих людей ничего сделать, построить, то есть эти люди будут в проклятии, поэтому, чтобы нам не быть в проклятии, чтобы нам не, так сказать, менять каких-то лидеров над собой, и еще что-то в ожидании какого-то добра, в ожидании какого-то благословения, нам нужно понимать, что Слово Божие про это говорит, поэтому пусть Бог вас благословит. Я знаю, что в основном нас смотрят люди богобоязненные, или, по крайней мере, стремящиеся к этому, поэтому пусть Бог вас благословит, может быть, вы молодое, может быть, вы уже в возрасте человек, спасибо, что вы выбираете для себя Библию своим основанием, будьте благословенны. Мы встретимся с вами завтра в 10 часов вечера по восточно-американскому времени, и будем дальше продолжать читать Слово Божие. Пока.